И мага, видимо, тот самый маг. Кстати, после последнего стрима с тобой Дредом, Крэзи таки обогнал тебя в перформансе меня с ним и меня с тобой. Что? Что? Ну, типа, в доте есть твинрейты, типа, мэй-тимейты, с кем ты играешь, типа, ваши общие успехи. До последнего стрима с Дредом ты был на первом. А теперь кто? А теперь Крэзи. Ну, извини. Ну, это с Дредом. До того, как я начал активно играть в пати с Дредом, у меня было 6000 ммр. Сейчас 4200. Недавно мы... Мы вчера узнали по сейтинг Дреда. Да, я говорил о том, что вот мне бы неплохо на тимтокенах подкачаться, а то у меня уже 3400 как бы, 3450, а Андрей говорит, ну, у меня уже где-то 300. Так в смысле, Андрей, мы тут где-то сидели с Андреем общаемся, говорит, скоро у меня будет 1 ммр. 1 ммр в пати, понимаешь? То есть просто человек с 1 ммр. Ему уже терять нечего. А мне кажется, Андрей, с тремя тысячами терять особо нечего. Замечу, что для пати игр это не так и плохо. То есть сидишь, кайфуешь, хорошие игры. Ну, быстро игры находишь, по крайней мере, это правда. Нет такого, что сидишь по часу. Это удобно. Ладно, у нас Сэн Кинг, кстати, да, вторым пиком. Особо не зацепили. Замечу, что анализировать, когда состав сильно сменился, не так просто, потому что нужно срочно все переобдумать, потому что Мак имеет свой пул героев, Крэйзи свой пул героев. И типа, как они тут все... Взять пример ЕГЭ, которые сменили состав, и вот Скринскват — это тот же самый пример. Да, и самый главный вопрос для меня — это когда у тебя Седой и Мак, и Артас в одной команде, а кто на какой позиции будет играть? Да, непонятно. Хотя мы не уверены, что это Артас. Как два глаза так не рассекретить. А это не Габлак? Или у Габлака круглые глаза? У него круглые глаза. У него черепашка на аватарке и маленькие, да? Да, да, да. Не, у него большие два глаза. Но большие круглые. О, а это две... Это нолики. Это нолики. Да, мне кажется, Габлак бы не стал. Анализируем по глазам. Почти что гадаем. Неплохо, неплохо. Варлок появляется для Скринскват. Когда же кто-нибудь на планете Земля начнет пикать Шадоу Демона против Дес Профит? Я против Варлока. Почему нет? Снимает же все вот эти вот обхивилы и так далее. Обхивил, как он называется? Шадоу Уорлд. Ну, это так себе. Ну, то есть, нет, не главное. Но просто против ДП. Это же так круто. Это лучший герой на свете. Это же так классно. Это же просто... Минус Юл, минус ЭО, но и жить просто нечем. Да, ты просто убиваешь ее. Берешь любых ДП-эйсеров, которые в боковой бьют. Много физа, и ты выиграл. Все верно. Ну, то есть, это очень удобно играть. И почему-то никто никогда не пикает. Не знаю почему. Возможно, осознание так и не пришло еще к людям. Возможно, их просто не устраивает плейстайл с Шадоу Демоном. Ну, слушай, а что они не нравятся с Шадоу Демоном? Я это хороший герой. Вон, FNG играет. Ты можешь взять Дарквиллу, например. Нет, ну, только у них есть Doom Дарквиллу. Это, можно сказать, линия. Можно взять Шадоу Демон плюс один. Это будет еще одна линия. И все нормально. Ты вообще не подумал о том, как здорово будет заходить Солкетчер вместе с Дарквиллу. Она же так будет наваливать. Да, это очень больно. Это реально очень больно. Это супер больно. Вообще, Шадоу Демон, по-моему, немножко андеррейтед герой. Там же не убрали иллюзию, если герой играет под Солкетчером. Ну, это 10 уровень, надо талант взять. А там альтернативный на экспо. Ну, да, ладно, хороший. Экспо — это хорошо. Именно так. Но у Варлок, кстати, тоже есть экспо. И он с удовольствием на 15-м ее берет. Больше 60-й. Жестяк. Да. И вот это 16-й, оп, 25-й. Не, 60-й реально очень много. Ты еще, кстати, если игра идет хорошо, ты можешь подсевить книжку на 10-й минуте. Если есть их две сразу. Так не бывает. Но хотелось бы. Хотелось бы неплохо. В утопическом каком-то государстве. Не, ну то есть выкупите ее. Выкупите и сохраните. Да, да, типа. А потом перепродать. Здорово. Здорово запросто. Нет, ну какой-то у тебя мидер такой. Парни, парни, кто книгу купил, срочно нужен, там, не знаю, 10-й уровень. Да, да, ты такой 4 варда. А ты такой, да. 5 вардов. С малышечком торги начинаются здесь. Типа 2 сентри, 4 варда, 1 слог. И тебе просто Кэрри продает все вещи, покупает тебе 20 сентрей. И идет видеть парни. Ну ты и скотина. Здесь похоже на моих тимуэйдов стандартных с паблика. А самые смешные истории, они правдивые обычно. Ну да, как бы жизнь придумывает самые смешные истории. Ни один фантаст не придумывает то, что в жизни происходит. Тролль варлюша. А под кого он пока? Ну, просто сам по себе. Мы тут тоже видели, на самом деле, игру, где тролль был не под кого, но он просто всех запинал один. Типа он там сделал БФ и просто выформил. Слишком много слотов, у него был перифарм 5-6 тысяч. И здесь их не будут трогать, то что? Он то же самое сделает. Но вообще потенциал героя, он раскрывается лучше в комбинации. Или все-таки это относится к тем типам героя, которые могут самостоятельно находиться и будут чувствовать себя комфортно? Лучше в комбинации. Это что, Валентин? Да. Или ты, Иван? Ну, смотри. Ну, логично, что если... Возможно, Валерий, я уже не уверен, ты все такие вопросы задаешь. Если герой дает всем какой-то скилл, который повышает скорость атаки, логично, что было бы классно с кем-то скомбинировать. Но можно и не комбинировать. Нет, это логично. Я просто, может, неправильно задал вопрос. Я имел в виду, настолько ли это имба, что и Солянова может развалить. Да может. Но нет, тролль не имба далеко. Просто неплохой герой, на самом деле. Ты когда-нибудь видел Пуджан на 25 уровне, у которого 20 стаков? Опять он про Пуджа сколько лет уже в аналитике все время про Пуджа что-то говорит. Это просто хороший пример. Ты что, с Денди, что ли? Нет, хороший пример героя, у которого большая атака с руки, но маленькой скорости атаки. И что он творит по троллям? Нет, я про то, что ты можешь взять любого героя, когда у тебя есть тролль, и не собирать на него атака спид, из-за расчета, что тролль будет жать клавишу. И просто брать им на много боевых айтемов, типа Тейдаулусов и так далее. Взять талант на 75? Мне почему-то кажется, что они возьмут какого-то вайтера, может быть, в мидс или что-нибудь такое, и он все-таки будет получать определенные бонусы от тролля. Но им бы не помешал, какой-то такой плотненький, мне кажется, еще... Мне кажется, какой-то активный со станом. Какой Лина? Да, это такой. Ну, кстати, тут... Неплохой герой вчера здорово заходил. Просто, опять же, вчера были матчи, где против Сенбарк никто ничего не делал. А сегодня будет скринт-сквад. И, скорее всего, и ворды будут стоять, и стаки будут контролироваться. Ну, посмотрим, будут ли делать при этом они что-то. Ну, контроля у скринт-сквад более чем достаточно для того, чтобы избавляться от темплара ассасин. Она-то сама по себе не особо живучая герой. Ну, на самом деле, я бы так сказал, у Вильверт Гейминг очень даже недурственный пик. То есть у них небольшая проблема со станами в команде. Но, с другой стороны, он прям очень неприятный, если так подумать. Посмотри, сколько всяких мерзостей. Ну, да, дизейбл и всякие террорайзы. На них нападать суперсложно, потому что ты сразу получаешь все эти скиллы от Арквиллу, Томба. Вильвер-спири, вы можете выбрать свои герои. Не, ну скринт-сквад... Да, очень неплохо вышли в полу-подлейт еще в итоге. Но, опять же, нет станов, то есть мало станов. Сложно будет как-то с Эмбером по игре обращаться. Дарк Филлу, по идее, может, конечно, хорошо им все подпортить, если правильно закидывать свой ультимейт. Но, помимо этого... Ну, не под Ю, не знаю. То есть есть дум, во-первых, что хорошо. То есть дум любого героя здесь выключать, и ты начинаешь думать. Куплю-ка я линкенсферу, пожалуй, может быть, еще лоту скотт мне соберет и так далее. И у тебя в итоге вот эти боевые слоты, которые хотелось бы собрать, они появятся либо позже, либо не появятся вообще, потому что слот занят. И при правильной игре возможно. Но если абстрагироваться от команд, то есть от состава... Эмберу скринов все выправил. Я бы сказал, что они. Все-таки получше. Ладно, давайте смотреть. Скрин-скват против Вельвет Гейминг начинает играть прямо сейчас. Ну, а комментировать это все дело будут. У нас Гаткант и Лайт оф Хевен. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Дмитрий. Третья группа. Узнаем сегодня имя третьего финалиста. Я, наверное, не кривя душой, поставлю на скрин-скват. Очень именитые, опытные игроки. Опять же, миллион квалификаций за спиной. Имена позволяют на них положиться. Должны же они хоть где-то что-то выиграть в своей жизни за все существование своего тега. Я надеюсь, что здесь они покажут хоть что-то. Димон, ну ты прям душить начинаешь сходу. Кого я душу? Я просто говорю обычные факты. Ты сразу вот это вот старое, былое вспоминаешь. Не натренированное, не сыгранное, не отработанное. А сейчас как бы новая эра. Новая эра? Да, новая эра скрин-сквата. Ну, блин, я не знаю. Они просто опытнее в разы. То есть тут можно смотреть... Ну, просто все сильнейшие игроки, которые когда-то где-то выступали, собрались вместе и попробуют сделать хоть что-то. Если бы там не было Эль Хабаша, я бы сказал, что шансы у них были бы большие. Но в данном случае, к великому сожалению, есть команды и поопаснее, чем данный микс. То есть ты считаешь, если скрина заменить, то это сразу рывок в финал? Я считаю, что есть руководители получше. Понял, понял. Я считаю, что они присутствуют на этом турнире и с большой вероятностью они о себе еще заявят. А ты только описал, мне прям скрин представился в виде какого-то балласта. Нет, так представили вы, Витя. Я этого не говорил. Этого сказали конкретно вы. Я все лишь навсего сказал, что есть люди лучше. А того, что есть люди, которые лучше исполняют свои обязанности, свои... У меня фантазия была, Дмитрий, она разыгралась. Это не говорит о том, что все остальные люди балласты, потому что, допустим, есть человек, который, например, хорошо играет. Есть человек, который хорошо поет. И если он поет лучше, чем все остальные, то, Виктор, по вашей логике получается, что все остальные люди, которые поют чуть хуже, чем он, являются балластами. И если только он собрал хор, и они его тянут на дно, а он поет идеально, вот для него тогда не балласт. Ну вот, отличная аналогия. Да. Ну так ты получилась по твоим словам. Виктор, так подумали вы. Я не имел подобного даже и близко. Хорошо. Если что, я потом извинюсь как бы сам. Да, принесешь публичные извинения. Не, ну как пойдет, как бы. Я и бегаю быстро, как бы. У меня много достоинств. А он, если что, борцуха. А я... Я видел его на фотке в классе. Бегальщик. Бегальщик? Кто круче, борцуха или бегальщик? Ну вот есть выражение, быстрые ноги не боятся. А если ты окажешься в ситуации, когда нельзя будет убежать, что ты делаешь? А что это такая ситуация? Почему он меня какие-то рамки ставит? Если это бой без правил, то я могу бежать. Я тебе ставлю такие рамки, потому что я не раз был в ситуации, когда ты никуда не можешь убежать, тебе нужно бороться. Сначала ты задушил сквад, потом начал душить меня. Хватит, Димон. Виктор, у нас с вами дружеская беседа. Конечно, конечно. Ну ты меня в ней уже поставил в той ситуации, когда мне некуда бежать, как бы. Виктор, я просто спросил. Все, понял. Просто задал вопрос. Ну что, переходим к игре. Драфт наши аналитики обсудили, все расставили по полочкам. Но я еще раз вернусь к теме, что вряд ли ключевую роль здесь сыграет драфт. Скорее всего, опыт и исполнение нажатия кнопочек и прочее. Ну, скорее всего, ребята просто выиграют низ, просто выиграют центр, просто выиграют сложную линию. И абсолютно неважно, какими героями они бы играли, они просто возьмут скиллом. Да, именно к этому я и вел. Так, ну что по баунтирунам у нас? Против Акса драться не особо интересно, тем более под Варлоком, когда его выхиливают. И непонятно, что Акс будет качать на первом уровне. Будет ли это поджог или крутилка? Ну, Undying жестче, Виктор. Undying хорош. Мы вчера видели, как Undying жестко справляется. Особенно против миличников. Вот он уже начинает настакивать силу, он уже пошел за Аксом. Акс замедляет Undying, что, в общем-то, неплохо. Но сейчас пойдет размен по ХП, и, к сожалению, Акс этот размен проигрывает из-за того, что вертушки, крутилки у него нет. И ему досталось. Но руну он забрал. Да, именно, он забрал. Они забрали все четыре баунтируны, если что, по карте смогли отжать. Непонятно, чего они боялись. Они могли заранее стоять на этой руне, они могли сразу принимать Аксы. И тогда бы Магу досталось. Ну, да ладно. Ну, в любом случае, Маг за счет Shadow World возвращается на линию фуловый, хотя на нем и висит Дикей дважды, теперь трижды. Хочется поджигать зомби, как-то зонить его. Крутилки пока нет, будет трудновато. Потом с Варлоком станет намного проще. Можно будет заходить за табор, забирать пачки крипов, и все будет проще. Я бы смотрел вверх, потому что сверху самое интересное. Сверху за месяч. Пока у Аксы нет возможности. Стандоинг в соляного месяц одного и второго. Слушай, его прогоняют. Стаки когда-то спадут. Секундочку. Просят crazy. Ставят паузу. Центральную линию стоит. И вот я надеюсь, что когда-нибудь повар придумает что-то против пауз. А не возможно, мы много раз против пауз. А ты не можешь придумать. Ну, то есть тебе придется ввести или убрать правила о технических проблемах на 10 минут. Ты можешь сделать их на 5 минут. Хорошо, но это все равно не уберет паузы. Это сделает их на 5 минут. Сократит. Сократит в два раза. Да, потенциально. Но тут видишь, пауза заняла 10 секунд. Виктор, ну да, до этого они тоже встали паузу. Виктор, представьте, вам будет платить в два раза меньше зарплаты. Хватит души, Димон! Прекрати. Что это? Ну, представь. Я за 10 минут эфира с тобой уже огреб. Потому что не было возможности убежать. И теперь меня еще и зарплату уменьшили вдвое. Я просто привел примеры. Плохие примеры. Давай, представь, тебе стали платить в два раза больше. Вот, представь, тебе стали платить в два раза. Гораздо проще представить, Дмитрий. Представил, представил. Настроение поднялось. Продолжай. Хорошо, Виктор. Я буду приводить положительные примеры. Да-да, вот это мне гораздо больше нравится. Ну, пока Эмбер Спирит стоит в миде, он опасен против Темплар Ассасин, он моментально сбивает рефракшн. Единственная его слабость вначале из-за того, что он Темплар Ассасин не убивает, она может банально от него бежать, и ему нужен левел. Ему нужен либо пятый, либо шестой. Вот тогда у Темплар Ассасин могут возникнуть проблемы. Вот видишь, опять пауза. И опять пауза. Так а что там с моей увеличенной зарплатой? На чем мы закончили? Ну, к тому, что иногда вот ты говоришь, ты вот говоришь, блин, ну не 10 минут, а будет всего лишь нам всего 5. Это в два раза. Это в два раза уменьшает время на паузу. Это же круто. И представьте, в два раза увеличить зарплату. Это в два раза ведь. Почти любое увеличение в два раза, круто. Это хорошо. Вот ты говоришь, ну всего лишь. Ну, не знаю. Ну, поэтому тебе не увеличивают зарплату в два раза ведь. Потому что это всего лишь нам всего. Да, я думаю, не поэтому. Как бы ты думаешь, мои математические способности на это влияют? Думаю, нет. Продолжается игра. Аруна с дабл дэмэджа для имперспирита. И в имперспирит все будет хорошо. Он будет стоять. На легкой линии тоже все очень хорошо. Здесь находится Дарк Виллоу Дум. И ДПшка хорошо стоит против Дума. Там, как бы он не пытался ее харассить, она вешает на него в ответочку сифончик, восстанавливает себе все необходимые жизни. И так просто ее не взять. Хотя, конечно, проблем не доставляет из-за того, что крипстат у нее такой средненький. Ну, это из-за того, что саппорт сенкинг. Миличники редко выживает. На подобных линиях. Так, Крейзи получает четвертый уровень. Чины в двоечку. Клеймбарк тоже в двоечку. Сразу же сбивает рефракшн. Может ее побить. Как аккуратненько. При этом действует грамота, не получая дополнительный сплэш от Templar Assassin. Templar Assassin ошибается. И Эмберспирит ее прогоняет. Вот, видишь, как бы он не может ее убить, но он просто ее прогоняет. Ну, почти ее убил. Еще буквально секундочка Флеймгварда. Флеймгварда, и Эмбларка погибала. Опять Чины, и весь Рейгин выбит. И сейчас остается только Курьером себе что-то нести, иначе ты стоять на линии не сможешь. Но, Виктор, на шестом уровне он ее закапывает. Он просто нажимает на Флеймгвард, три ремнанта, и ей конец. На топе. Гонят короля. Агро пока нет. То есть, крутилочка в двойку. Крипы начинают бить. Можно приключиться на зомби. Очень много урона здесь наносит маг. И страдают. Фаталбонцы, крутилка, батлхангер. Это все доставляет очень много проблем. Да, но по-хорошему троллю вообще не нужно входить в Акса. То есть, он вообще не имеет права стоять в нем. Ему нужно стоять далеко. Ему нужно использовать сапог. Ему нужно использовать рейнджовую форму, чтобы Акс вот так вот не забегал, не крутился. Ну, Меха, говорят, тролли уже линию сверху проиграл. Если он так еще один раз подает крипом, он останется без Регина. Ну, ему приходится тратить фласку. Он закуплен тангусами. Акс начинает отводить крипов с линией. Он понимает, что его просто выхилят. Тем более, они с горами пятая минута, когда Шрайн наполнится. Поэтому можно потратить сейчас запасы маны и разменяться лишний раз по хитпоинтам. Так, тут выход на Седово. Седово могут проблемы. Сифончики есть. Скрин, а нет. Мне интересно, чем занимается Скрин? Чем он занимается? Где он вообще бегает? Почему ДП-щика стоит на этой линии одна и по-прежнему борются за свою жизнь? Почему никто ДП не помогает? А где Скрин? А, Скрин он здесь бегает. Я так понимаю, что он либо стакал, либо фармилы. Интересно, чем он занимался. Потому что хитпоинтов не очень мало и телепорт он не испилил. Тоже как бы в миде он никого не убил. Там Эмбр Спирит Соло прогонял Тэмпл Рассасси. А снизу как бы ДП нужна помощь. Кстати, у него проблем начинается. Рефракшн слетел и сейчас будут члены, а они проходят. Это минус. Ну, Эмбр засолит. Как бы без вариантов. И вот так вот она будет умирать по кулдауну против Эмбр Спирита. А теперь Надежда одна. Либо стаки какие-то в лесу, на линию возвращаться нельзя. Слапать линию? На кого? Кого ты поставишь сейчас в центре? Проблема в том, что Эмбр Спирит может прийти в лес. Тут тем временем нападают на Дума. Дума старается выжить. Его пинает Деспрофит и Санкинг, и они его преследуют. Пассивочка срабатывает. ДПшечка имеет нюк, и Дум падает. Вот, вот. Если Санкинг на линии, все хорошо. Если он где-то прохлаждается, у ДП проблемы. Ну, сейчас, кстати, можно и второму герою поглотиться. Ладно. В общем, проблема в том, что если Темпл Рассассин идет в лес, Эмбр Спирит легко ее может найти. Легко он может забрать и ее, и стаки. За счет флейнгуарда. Да все, тут изничтожение начинается на центральной линии. Все, что остается, это контролить руны, пополнять боттл и щебеть. И терпеть. Да, и просто терпеть. Как-то под вышечкой. Надеется на вышку, которая хоть что-то сделает с Эмбр Спиритом. Акс. Пятый уровень уже есть. Хотя, аккуратнее здесь. Он уже далеко не сильнее Акса. Акс может просто взять крипов, покрутиться, и Андайен кому ничего не сделает. Так и происходит, по сути. Акс качается с бешеной скоростью. 36 на 4. Это первый крипстат на карте. И Акс слишком хороший Хаббереген. Как бы Андайен кого харасит-харасит. На него просто вешается хилка, и Акс уже себя чувствует прекрасно. Это при том, что он еще вангвард не закупил, на который почти денег хватает. Ну, тем временем. И опять выход. Ну и тем временем, да. Темп расассин. Она, конечно же, будет умирать долго или быстро. И как бы ничего не меняется. Мы об этом говорили. Мы предупреждаем ее, что ей в миде ловить нечего. Но она приходит, она умирает. И никто ей не мешает это делать. Раз она хочет, то пожалуйста. Гонят руля. Панды работают. Пытается добраться до Шрани. Дашрани она доберется. Еле или живой. Кстати, если бы в какой-то момент переключились на Золве, могли бы убить через фотобанды. Да. В общем, тролль сверху постоял более-менее. У него довольно-таки хороший крипстат относительно Death Profit. Он ее обгоняет. Но теперь пора уходить. Есть проблема. Акс постоял еще лучше. То есть вы как бы отдали тяжелую линию Аксу. Он настакал себе с помощью вармака. Ну ничего не поделаешь. И сейчас он очень быстро получит вангвард, а потом и даггер будет не за горами. Виктор, вы же сами говорили, что нужно видеть положительные стороны. Я вижу положительную сторону в том, что тролль отстоял лучше ДП. Это факт. Вот. Давайте будем оптимистами, как вы сами хотели. Я очень хочу быть оптимистом. Вот. Так давайте искать плюсы. Ты как бы сказал, что мне зарплату увеличить, а потом сказал, почему не увеличивают. Как бы все вот мои мечты на двойную зарплату, они все равно рассыпались как бы. Ну, на линии теперь тролли ловить нечего. Акс с вангвардом. Можно уходить. Куда угодно. Но на линии против Акса у него шансов мало. Он его тупо не пробивает. Так, те времена ДПшка на линии. Ее харасит. Дом старается выйти заранее, ставит вард. Ждет, когда ДПшка ошибется, но ДПшка не ошибается. Здесь Фейзы, 4 стика. То есть она довольно шустрая. Гнаться за ней по лесам будет трудно. Еще есть надежда Фивансей в телепортку. И так, с шестого уровня уже тролль тоже, но королю лучше здесь не подставляться. Тролль может уходить с линией. Не понимать, что он стоит, зачем он стоит. Какая цель его нахождения на этой линии? Минус Больша. Не получилось. Ну, как бы Санкинга не было, да, он в очередной раз был где-то. То есть, очевидно, что раз уж все хорошо сверху, и раз уж все хорошо в центре, то Санкингу нужно просто охранять ДП, но он ее не охраняет. Лучше не бить Акса. Ну, желательно не бить его, я согласен. Но крепочки этого не знают, они начинают его месить. Акс разрубил первого, пошел на тролле, еще буквально пару прокруток. Будет ли там Shadow World? Имеется он, кстати, и 10 стиков еще в кармане у Акса. Если он их сейчас прожмет, то все будет хорошо. Минус 2 на верхней линии, и при этом, скорее всего, пойдет еще и Тамба. Я их предупреждал, как бы. Я говорю совсем довольно-таки простые, банальные вещи. Не совсем понятно, почему люди, у которых высокий РММ, намного выше, чем у меня, этого не понимают. И они снова приходят на легкую линию. Они борются против Акса с Вонгвардом, и очевидно, что это не работает. Физический урон против Акса с Вонгвардом не работает. Там у тролля что есть, Витя? У тролля, я подоживаю ничего. Фейсбутс. Как он хочет с Фейсбутс победить Акса с Вонгвардом? Как? Кто-то объяснит, как он хочет победить. Тут уже 6-й Варлок. Все, на эту линию вообще проход закрыт. Забыть про эту линию. Есть Акс с Агром, есть Голем, есть Банды 3-го уровня, если что. И если вы подставляетесь вдвоем-втроем, это моментальная смерть. Да, то есть почему они возвращаются? Почему тролль приходит на эту линию? Почему вы продолжаете, мистер Андерсон? Почему они продолжают? Вот Арвард вышибается. Тролль попробует сейчас ему что-то сделать. Но есть Акс с Холом. И Андаинг. Давай, давай, давай. Ну, добили, добили. Ну, молодцы. Некуда было деться Варлоку. Ну, это ошибка от Варлока, да. Все-таки выиграла как-то вот, не за счет их ошибок, а за счет того, что сама команда играет хорошо. Терениан Тролль. Вот он. Они стоят 2x вам против Акса. Теперь подходит Сенкин, копает Тролль. Ой, слушай, тут Трое уже. Пошел Дум. И вот с Думом можно, слушай. Дум – это мужчина. Дум хорошо работает против героя с большим количеством ХП. У Дума есть Infernal Blade, и он довольно-таки неплохо пробивает Аксевича, но здесь есть Варлок с Големом. И Голем отрабатывает. Скрин подкопал, я не убил кого, к сожалению, по-моему, землю. Ой, я не видел, кому он подкопал. Я видел, что Голема был очень хороший. Смечается до Банша, и Седой разберется здесь с Роллем. Эмперс перетрывается, цепил Дума, знает, что ультимейта у него нет. Можно мучить, подходит Скрин. Мана у него пока не хватает на подкопы в ближайшее время. Не хватит, но я думаю, что Крейзи добьет здесь Дума. В итоге слишком много было потрачено на Акса, отступить не смогли. Зато есть время для темпларки, она может оформить. Ну, хоть какая-то радость, это хорошо. Ну, а что, надо искать позитив? Конечно. Я пока вижу позитив у Радиант, который просто приходит наверх, забирает от Ролля, забирает от Думы, погибает только Акс. Акс страдает против Дума. Дума очень хорошо пьет по целям с большим количеством ХП, но Дума теперь нет. Все. Дума теперь нет, и, соответственно, сверху ловить нечего и Думу, и Троллю. Троллю нужно уходить куда-то. И вот куда он ушел? Куда ушел Тролль? Куда ушел Тролль? Да, все. В лес. О, молодец. Он пошел туда, где Акс нет. Умный Тролль. Эрудированный. Но заигрался. Хотя, и сфера очень странная, попытка скастовать эпицентр, там явно это не проходило, но и Варлок здесь погибает. Я не понимаю, вот что это было, почему Санкин копает и пытается скастовать ультимейт, учитывая, что Дарквиллу просто, просто вот она стоит и угорает с этого. Димон, попытка, не пытка, знаешь, что выражение есть? Вот это было оно. Ну, камон, ну, камон, пожалуйста. Развел на ультимейт Дарквиллу. Красавчик. И развел самого себя на ультимейт. Да. Двойная разводочка, ведь, многоходовочка от Сангинга. Так, ну что, Эмбер Спирит. Ускорее. Ну, так я не погибли, ведь. Вот я подытожил. Ну, погибли, что бывает. Это Space Creating был. Хорошо, да так, в итоге их убили. Акс в это время вот деформил даггер. Не, Акс там лайн. В принципе, Акс уже выиграл игру. То есть, если бы вот так вот было в любой игре, где все было бы нормально на легкой линии, я бы сказал, что игра уже выиграна. Но по-прежнему Санкин сохраняет интригу, но рано или поздно эта интрига закончится, когда Санкинг начнет копать людей. Вот одного он уже подкопал. Находится еще один. Этого героя преследуют, но Дарквиллу ставят качественный лабиринт. Но, как бы, суть и дело не меняет. Тролль без артефактов, таких мощных. То есть, он сейчас мало что может сделать Аксу. Ну, он собирает БФ, и я думаю, к моменту появления БФ у Скринсклада будет слишком много. То есть, пока у него фейсбутс, пока у него только фейсбутс. Сейчас его поймают. И все. И Аквилла. С этими артефактами он ничего не делает. Аксу, Санкингу и Эмберспирит. А Акс, Эмберспирит и Санкинг, они как раз делают. Да, и Боттофьюри, когда появится, ничего не изменится. Вот такой ситуации ничего, статов нет, выживаемости нет. Тебе просто приходят и забирают. Остается надежда на Кунькдарквиллу, который может это со спины как-то террорайзом подсейвить. Шанс тоже невелик. Здорово. Андайинг. Подожди. А вот передорого, да. Как? Много урона, да. Посмотри. Ну да. Это просто жесть. Не стал добивать. Не пошел саппорт. Там. Уже не ясно, кстати, какой позиции, но скорее всего пятый. Определили по ходу игры. Вообще пятый, да, он вначале был пятым. Не очень люблю Андаинга на пятой позиции, если честно. Он слишком хлипкий. То есть он там бегает с одним сапогом, он максимум ставит тумбу, и он банально не может бегать и дебафать противник ультимейта. Да, ну и выжим. Моментально склеивается. Руна появляется на ботаме, это аркейн друна. Что варлок будет забирать. Вообще под големчик это можно метнуть под руну. Можно имбирать отдать. Можно имбирать отдать, он тоже любит эту руну. У него четыре активных, четыре активных способности. Так, ну что, здесь дают оформить даггер скрину. Побольше мобильности и внезапности. 25 к урону берет в виде таланта Ember Spirit. Исдаст их 1900 на руках. Что будет собирать? Давай подумаем. Иллюзий вроде как нет. Можно собрать БФ, можно не собирать БФ. Можно собрать Линкенсферу. Можно собрать Линкенсферу. Его убивают только Дум. В этом пике его убивает только Дум. Вот только он его может уничтожить. Ультимейт. Ну вот как раз выход от Дума. Пошел Терра Райс, чтобы выиграть в Ре... Не получилось. Хорошо. Ставится там Ба еще. Ну заберут скорее всего Т2. Также параллельно забирают Т2 на топе. Не самый лучший пуш потенциал без экзорцизма. Но крипов ломают быстро. В идеале конечно апнуть 12 и после этого уже прожимать ультимейт при заходе на хайграунд. С другой стороны не самый высокий пуш потенциал без тролля. Для убийства вышек нужен тролль. Ну тут варка есть. Уже более-менее. С троллем это побыстрее будет. Спору нет. А по итогу они очень долго забирают Т2. Эти ребята заходят уже на Т3. И пока ребята не в позиции. Надо лететь. Надо делать телекорты. Пошел экзорцизм. База фланет. Фортификация нет. У Т3. У Андейнг есть там Ба? Он ее потратил на Ба Т3. Вот. Еще 30 секунд. И бивает базу. Есть агр. Зацепили тролля. Будет еще демидж подречь. Сюда голем. Фатал банды висят. Подкоп у тролля. Байбэк имеется. Он выкупится в игру. Иначе они просто потеряют сторону. Крейзи продолжает раздавать демидж. Получает. Думая. Ничего страшного. Он просто отступит. А уже тролль мертвый. Какая разница. Если тролль мертвый. Здесь без тролля шансов почти нет. Темплар Ассасин была бы и рада подойти в замес. Темплар Ассасин очень хотела бы быть хоть немножечко полезной. Но там имеется контроль. Там имеется Эмбер Спирит. Который просто ворвется на него. Вместе с Энкингом. Вместе с Аксом. И ей будет больно. Пока очень хороший террорайз был. Сейчас еще лабиринт. Главное не попасться. Попадается в итоге Акс. 7 стиков заряжено. Может их использовать. Агромеется. Подрастил себе армор. Но. Слушай. Тут. Да. Хороший деф получился. За счет ультимейта. А знаешь почему? Знаешь почему хороший ультимейт у Дарквилла? Почему? Потому что Сэнкинг копает людей. Когда Эмбер Спирит находится в Думе. Ничто не мешает им просто отойти. На секунд 10. Ничто им не мешает. Просто отхилиться. Да. Учитывая что там и Вангуарды. И Варлок и все хорошо. И ничто не мешает им напасть на противника. Когда Эмбер Спирит может кастовать. Наверняка хотели закончить игру. Пока нет тролля. Потом в таверне. Ну я понимаю. Да. Просто тролль находился в таверне. Немножечко больше чем 10 секунд. И соответственно они могли просто подождать. Но Сэнкинг решил наоборот. Смотри. Смотри. Давай. Тыка. Красавчик. И ТП. А ТП в КД? ТП в КД. Ну он в любом случае молодец. Деньги он заработал. В общем вид, ничто не мешает Сэнкингу копать, когда Эмбер Спирит готов рваться. Ничто не мешает. Ничто не мешает. Возможно нет такого желания. Возможно. Возможно вижу красный бей. Да. Такое тоже возможно. Так ну что Эмбер. 2 700 на руках. Он вообще собирается что-то купить? Ну может Рейденз уже взять раз уж игра идет. А кстати да. Рейденз смотрится. Он может все что угодно взять. Чтобы он не взял, это почти никак не влияет на исход игры. Это может повлиять на время, за которое эту игру выиграют. Но на исход игры это почти никак не влияет. Верхнюю башню сил света атакуют. Так ну что Сэнкинг. Кстати видите, давайте обратим наше внимание на графики. Давай. Мини кумбэк. Так нет, это я видел по Нетворцу. То что был мини кумбэк. Мини кумбэк. Ну, знаешь, ощущение, что этот кумбэк контролируемый. То есть ну вот отдали столько, сколько могут себе позволить. Темблар когда заполучила даггер. Это очень полезный айтем. В скором времени еще появится и дезолятор. То есть какой-то варлок с 974 хитпоинтами может и пострадать быстро. Если будет хороший врыв. Вот за какой-либо контроль. Тот же Тиррорайз, который там под трэп. Потому и никуда не бежишь. У тебя просто замесили. Подкоп есть в рейп. Рядом крэйзи есть чайные. Вижен получается. Ну и кастуется Тиррорайз. Нет, не кастуется. Отменили. Но тут скрин надо отступать. Очередные божественные подкопы. Так нет, ну а что? Подкопал-то он зацепил как бы. Может быть даже какая-то контратак сейчас получится. Ну мне кажется, она будет ультимейт вставать, если хочется убить. Он бы не скистывал его. Там Тиррорайз залетал. Я понимаю, понимаешь. Ты мишешь до врыва? Я имею ввиду, да, просто копаешь и сразу кастуешь ультимейт. Или вообще не копаешь, потому что без ультимейта она будет умирать очень долго. Она уже имеет уровень. Она уже имеет приличное количество хп. Соответственно, ее будет забрать тяжело, если не использовать способности. А вот ДП-шку забрать можно, учитывая, что она здесь находится в уязвенной позиции. Подходит Дум, вешает на нее ультимейт. Экзорцизм она не успела врубить. И пошел Дум. Пошел Дум махать своим мечом. Обрывается Эмбер Спирит. И Дума нет. Это шанс для Эмбера. Но Эмбер сейчас будет разносить. Дарквиллоу должна погибать, пока отступает на лоу хп. Но нет, добили все-таки. Фаталбанды, я так понимаю, висят. Пытаются улететь отсюда. Андаинг, будут лечены. Есть агро-атакса, сбивает степаут. И Андаинг тоже отправится в тверд. Но это не минус 3 на контратаке. И, возможно, это еще не конец. Тролля не хватает. Тролля очень не хватает. Но тролля еще не готова бороться. В это время почти спушил Т3. Тролль почти спушил Т3. Тролль продолжает всеми возможными способами добывать деньги. И, возможно, я, конечно, ни на что не претендую, я лишь выскажу свое скромное мнение. Возможно, пока тролль фармит Battlecury, остальным ребятам нужно гангать, но не воевать 5 на 5. Вот 5 на 5 воевать не очень круто, потому что их четверо. И без тролля шансов нет. Я даже сказал, это невозможно. Да. Воевать 5 на 5, когда в 4. Хорошо, нельзя воевать 5 на 4. То есть, вот только ганг. Только ганг, если людей много, лучше отступить и подождать, когда тролль нафармит Black King Bar. Так, ну что, Сэн Кинг, рейндропы имеются, скрин продолжает фармить, даггер есть, транквилы тоже уже куплены. Акс, Блэйд Мэйл, дальше наметил себе Black King Bar, хороший выбор. Отпил шрайн в одиночку. Ну а тролль с Баттл Фьюри продолжает напрягать нижнюю линию. Работает. Постоянно стягивает сюда внимание, заставляет кого-то идти. И Акс можно зацепить, выход от дома будут ли затыкать. Нет, не будут затыкать, и попадает как-то банально, я бы сказал. Пошел Шадуфорд, но... Вот он и ганг пошел, очень далеко находится. Очень странный, но, во-первых... Очень хороший ганг, Виктор, прекраснейшая игра от этих ребят. Спор нет, но Акс не должен быть заходить в лабиринт. Да, само собой, видите, мы ищем плюсы. Плюсы мы нашли. Вот, посмотри, где находится ДП, она только-только сделала сюда телепорт, далеко находилась с Эмберспирит, который, кстати, купил себе Redens. И... Ребята боятся... Ребята боятся, он как бы имеет бэйбэк. Ага. Мы везде на конкурс. Тут не идет, походу. Ай, не зацепил, не зацепил, не зацепил тролля, а мог бы. Так. Не смог. Второй тоже не смог. Эмберг. Слишком сложно. Слишком сложно. Сложно. 18-й год. Слушай, а можно поймать, как-то можно. Не, 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 не кастует. Не, не кастует упал. Кастует упал. Решили здесь не драться. Тут по-прежнему на ботами стоит Т1, если что. Золотой запас, как бы, имеется. так ну и что седой корадутся пытаются найти дома ставится vision и сейчас такая возможность появляется быстро зацепить его через агро зацепили play mail нажать не так много урон наносит подкоп тайминговый пошел shadow world здесь бы еще эмбер спирита заиметь будет вообще про то он пошел стихон дома сбриваются 70 а из них 30 секунд сеть саверна 70 думает глупых гейм уже но ультимейт он сохранил это тролль работает сверху забирал вытачку туда телепортировался эмбер спирит тролль еще не готов бороться против эмбер спирита тролль сразу же убегает в лес и тролль очень скоро на фарминг black king bar немножко остался да макс придет чупак . все еще хочет бкб террорайс да а так 0 продолжить какой-то будет ой-ой-ой-ой как ну круто все сделал очень могли бы еще и корни там пройти на акс в испуге знаешь когда вброс адреналина идет ты можешь сотворить вещи которые управляя собой ты бы никогда не сделал вот ну что-то типа обижать лабиринтом и так далее не обижают же рент это не про эту команду я так смотрю потихонечку 1515 вельветы выходят вперед на тысячонку за трюны творцы когда уже темп ларка впереди и у нее остается чуть-чуть до блоки я не понимаю как бы почему они не дерутся не понимаю почему у них аегис они не идут забирать т3 я не понимаю почему они ждут когда тролль до фарминг black king bar и я много чего не понимаю в исполнении скрин склада я не понимаю то есть чего не ждут когда все купит бкб димон ну иногда мы не понимаем великих да возможно это тот самый случай так сцепили вами возможно они невеликие хороший а горчи из blade mail можно зарубить аркило погибает варлока здесь не спасти подкопа шоу можно еще и думы зацепить к стоит цепи центр ну и думам заткнули акса ей шайбэк от варлака чтобы спасти акса дом погибает а скорее всего выживет при этом тролль там прикончил сын кинга стоит там бою надо расстреливать эмбер спирт рядом может попробовать догнать зомби зомби чейные дотянулись работает лэнгвард работает рейдинг не выстоять здесь зомби никак там бул доламывают плюс 200 монет для варлака экзорцизм работает на хэй граунд наверное зайти не успеют ломать то 20 чего не понимаю почему они могут сделать вот что то что они сейчас сделали но где-то в районе против базы противника учитывая что у них имеется айгес они моментально стирают темплар ассасин если у нее нет блокинг-бара из-за того что слишком быстро сбивает рефракшн и дэс профит эмбер спирит и вместо того чтобы просто пойти вместе напасть они бегают и фарминг хотя и кису не и у них преимущество теперь появляется легкий шанс у тролля с темплар ассасин да он я бы сказал не самый такой легкий я тут нахваливал во время драфта это пока легкие 0 и fire скоро появится покажу покажу вот когда у дома будет блинк вот тогда у них появится хорошие шансы поскольку дум будет способен ворваться первым и заткнуть эмбер спирита пока он хочет акса законтрить урны и так понимаю ну и варвар который выхили я понимаю да но если будет блинк то он будет способен добраться до эмбер спирита и убить его ванса но он бедный так ну что д с профит дальше шива dark willow пугает забираю слипочков дум отступает и так мы что темпларка фармит с дикой скоростью периодически battle транс прожимается тролль выфармливает леса это же начинает собирать все-таки артефакты на скорости атаки и сама атаку сейчас до этого был бф на разгон потом бкб для защиты и вот сейчас появляются айтемы непосредственно для урона скором мы узнаем таймер на рошана я думаю что именно там произойдет следующая стычка возможно щас будет смог так и есть и screen squad отправляется на поиски на поиски легкого фрага call to убийство желательно под хайграундом в идеале на топе где нет т3 и голые бараки с экзорцизмом рассыпется очень быстро заметь а и где закончился и они решили пойти в атаку ну внезапность внезапный кто ждет ганга с айгисом все ждут а ганга без айгиса да никто не ждет вот смотри акс занимает позицию не про зашли на хайграунд и сейчас можно зацепить зомби быстро убить vision имеется и есть зомби пошел под коп есть контроль но странно скомбинировали бьюл поднимают акс он ничего не может сделать добьют зомби ничего не успел сделать зомби зомби выгоняют отсюда акса пошли тычки эмбер спирит получает дума выключают из игры ну и дальше посмотрим что будет происходить тролль просто зарубил акс и он продолжает жить придется отступать отсюда а получится ли отступить под трэпами когда дум продолжать преследование сидой с экзорцизмом разворачивается поднимает врывает скрин хороший эпицентр по троим кастуется и можно нанести урон но здесь не факт что получится темпларка все еще жива минус 4 уже есть приземляется скрин скрин пытается допить хотя бы дома подкоп есть дум все еще живет и дум скорее всего выжить то что не есть грейшный урна виктор минус 5 игроков скрин вы готовы услышать то самое слово димон души готов давай файдерик об сайт река подавать открываем смотрим на урон эмбера у меня было потому что эмбер получил дом до анкету не до 1 до чем собирает шиву это не планирует потенку вот это первое линьки у нее нет поэтому его сразу вырубили тарас хотя если бы у него была эггист он бы встал и всех бы раздал и 2 голова бы не было это раз да и второе бкб . ведь бкб . ты видишь тролли и видишь темпл рассасин они оба нажимают на блоки я акса сейчас помню увижу димон вот они оба нажимают на блэкинг бара эмбер спирит им ничего не делать а или акс всех уничтожить вот смотри вот уже тембр не прыгает здесь может подраться такой прыгает и пытается 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 но по-хорошему там просто способную подкопает землю темпл рассасин убежит дальше и ну вы сами все видели тут без комментариев ты очень хочет прокомментировать на сдерживаешь ведь я вам нравится я смотрю уже я вошел во вкус ты уже вошел по вкус не и не подожди я шокировал немного ну реально шокирован чем что вас шокирует виктор безалаберность безалаберность вы вы перешли на мою сторону я смотрю нет ну как понять перешли ну то есть наш опытные игроки у которых за спиной как я уже говорил сотни квалификаций тысячи игр наверное в непрофессиональные сотни в профессиональной сфере dota 2 выслед встречаетесь с первым коллективом в best of 1 не особо на его маме ну мне ники не знакомы может кто-то с хай рейтинга знает этих ребят это будет здорово но вы не можете выигрывая три линии имея хорошее преимущество заверить игру тели ну хорошо две линии вы не можете подвести ее к финишной черте имея очень хорошее преимущество в виде мидера селедя егеса и того что баров нет я согласен я тоже согласен виктор я надеюсь что команда как бы будут показывать немножечко выше уровень игры потому что ноут конкретно скрым склад меня удивляет я сам удивлен что игроки особенно вот эти игроки которые свое время некоторые из них выступали на за интернешнл некоторые из них там где-то что-то хорошо показывали у многих из них огромнейший рейтинг там седой в свое время играя за эффект входил в топ-100 мира по рейтингу играет вот так я сам удивлен честно я просто в ужасе от того что я как бы не удивлюсь если они эту игру все-таки додавят из принтер что они уже проигрывают 6000 все очень сложно барак они по-прежнему не забрали и тут уже начинают наступать все ребята из вельвет гейминг у которых есть аегис они очень хотят его используя да они делают просто проблема в том что если они вот так вот будут играть и дальше если дальше мир спирт будет ловить doom если дальше они будут драться в невыгодных условиях то они просто могут и проиграть эту игру а тут я бы сказал что тут сильные ребятки тут и сложный мемас который показывает хорошие результаты за последнее время и надо бы собраться ребятам пожалуйста не пробить тролям через берет пепочка скинет себя горелку чины пытаются держать его на максимальном расстоянии от вышки на вышке осталось совсем хороши 147 хит-поинтов я думаю на в ближайшее время падет виза проблема крипов нет добро пожаловать в мой клуб я рад димон есть какие-то привилегии у этого клуба это клубная карта которая дает это бонусы ну куда дает массовый хейт многие люди считают что в моем клубе многие считают что мы не имеем право сказать свое мнение по поводу того что происходит мы не имеем право подмечать какие-то сильные слабые стороны и мы не имеем право выдать ошибки некоторых игроков но лично я считаю что это имеет право делать абсолютно любой человек и ты и я и любой работяга завода каждый человек может высказать свое мнение по поводу того что происходит мы живем в свободной стране именно мы не будем рабами но некоторые считают что этого делать нельзя хотя я считаю что это весьма странные отдай ключи от кандалов хватит я заигрался уже вошел в раж в роль какого-то орка хотя я эльф как бы ничего с этим не поделать видя я тролли со что по жизни характеру как определять так выход акса могут сцепить есть в рейв аксу лучше самому убежать отсюда потому что если его зацепят это будет большая потеря для команды давай посмотрим статус байбек флаг с как раз таки этого байбека нет и погибнуть час возле т2 а рядышком и т3 находится да будет большой ошибкой дом получает даггер но но прожди здесь не загорали линка вот у дома есть время чтобы полностью реализовать даггер полностью ему нужно вот постараться подраться вот в этот момент пока умер спирита нет линкин сферы свое как бы я также скажу что утомера вроде бы еще во но вообще ничего не изменилось вот что она была что и не было вот как 31 армора по жирне но мне кажется если тролль с темп ларкой датья добрались то армор твой будет ли я бы сказал если doom набираются то армор идет лесом из-за того что inferno бает inferno blade бьет магией тут можешь показать чтобы работе увидели потому что иногда мне рассказывать много интересных вещей допустим о том что blade mail о том что bkb не контрит blade mail что естественно меня удивляет в 2016 году так как совсем наоборот и после этого еще дом бьет чистым уроном а именно ультимейт как бы у дома есть doom вот doom бьет магией и doom бьет чистым урон вот так соответственно было бы здорово подраться очень хочется нажать смог за дайр как раз та ситуация не что перебил когда вот не хватает опыта заход не хватает опыта вы начали душить вы видите что у вас есть преимущество вроде все получается и надо закончить игру а вы боитесь вы боитесь ошибиться на вражеском хайграунде упустить все преимущество и то что вот эти старички так называемые уже не отпустят поэтому начинается вот этот фарм аккуратненький игра на ошибку как ты говорил ждать как кто-то ошибется и ты на этом подловишь вот скорее всего лет гейминг сейчас так и действует ветер потяги за нас если что спасибо работе за свободу слова подкоп пол screen бежать спасаться прожимается экзорцизм поймали дума его нужно быстро зафокусить касается террорайс но дум мертв дума в этой игре уже не будет целых 50 секунд ахс погибает темп ларка разносит она возможно вырубит еще и варлок и переключает внимание деск профит там и он диск и есть юл плохой таргет для атаки погибнет здесь темп ларка скорее все а где у нас находится тролль а вот он тролль у него есть си у нее есть батов юри он зарубил первого переключает свое внимание на скрина но скрин то скорее все укопается сэммер скоро вернет сэммер бкбшечки закончится санкинг старается оступить его очередной раз ловят в лагеринт это дроп гема не самый страшный момент потому что инвизоров как бы тут нет кроме самого скрина в песочке но они потеряют варды по карте тролль выжил тролль набрал очень много у него готов сатаник у него 24 уровень в ближайшее время он еще и сможет снимать все негативные эффекты нажимая ультимейт а это кстати не хилый буст да ну и вот как бы я очень хотел чтобы они подрались и на самом деле они подрались весьма неудачно из того что doom улетела в таверну сразу но даже несмотря на это видно насколько они сильны вот насколько они сейчас сильны на их месте нужно идти за бетро шана не совсем понимаю что они делают снизу возможно хотя они только-только потеряли аегис то прошу прощения прошу прощения то что допустил такую оплошность все люди в мире совершает ошибки все люди все человеке величайшая сила признать свою ошибку идти дальше виктор согласен что сегодня с тобой целый день комитет 5 best of one и тут сразу витязь грустнуто не о чем не грустить наоборот хорошо да и мечтал об этом не мало когда я мечтаю о 9-10 часах провести с мужиками в маленькой комнатушке то есть даже если это я димон я же на виктор мужик я женат если что и выжима я женат и нас это стоимость дети вот я вас смущался бы вот быть в маленькой комнатушке с тем кому там уже за 30 у кого детей нет вот это бы меня смущало вот я еще бы год это была колкость мою сторону но мне 29 я понимаю что это про каких-то других мужиков да скорее опять подкоп никуда аж почему копать себя ну вот то есть там какой-то range атаки ты раньше подкопа неплохой то есть отсюда можно было до сюда подкопаться но подкопался ну как бы он копает он старается видеть как бы 10 лет в доту да вот он старается когда-нибудь когда-нибудь все получится когда-нибудь он подкопает на 1 миллион долларов на даже уже не на 1 миллион долларов побольше да тут в общем как не получится он сможет хорошо димон я запомнил эти слова запомнишь что величайшая я надеюсь я надеюсь так варлак зацепили чинами кастуете террорайс разгоняют это засовет но выключает им барху возможно сейчас стоит делать байбек включили дома зачем дом на бонжу который уже кастует экзорцизм варлак делает байбек crazy зацепили пытаются выключить crazy погибает у нее нет байбека 90 секунда агро такса нарастил армор но тролль слоу граунда настреливает в ранжовой форме и лучше отступить конечно же лучше отступить подкоп очередной пошел дикей зомби пошел торговать лицом здесь рядом сатаник очень хорошо использует роль сатаник неплохо работает санкин кастует эпицентр но уже поздновато потому что очень многие в его команде погибли остается один варлак варлака тоже вырубают и это блестящий замес где ребята показали отличный тимплей браво тролль бати тролль полностью реализовал все свои кулдауны сатаник поражал как батек как боженька не чем деф есть только акс которого просто зоне зомби не дает возможности ворваться дать 1 к строю а вот уже чуть зацепили да его просто зацепили это минус маг маг погибает забрал фейку ничего страшного вот горы которые сносят стороны живы да это гуд гейм это губе сквад проигрывает и а ты думаете и якобы не хочу говорить что я же говорил но я же говорил видя самого начала величайшая это признать свою ошибку да я ее признаю простите пожалуйста да работяги дико извиняюсь а те вице-теа чемпион вас предупреждала что такое может случиться я не виноват витя ладно я виноват ты молодец спасибо ну ну я повелся на опыт на возраст знаешь часто на возраст да на возраст на опыт когда люди говорят как бы ты знаешь сколько мне лет вот это означает что мол закрою